Будут бороться при помощи видеокамер. Льготы, положенные чернобыльцам, являются недостаточными. Об этом сегодня заявил губернатор Донеччины во время митинга Реквиема, посвященного 27-й годовщине аварии на АЧС. Чтобы почтить память погибших, в Донецке собрались сотни человек. Дмитрий Кочергин продолжит. Вдов и матерей чернобыльцев на этом митинге больше, чем самих ликвидаторов. Своего сына Галина Николаевна похоронила 10 лет назад. После Чернобыля, конечно, получил большое облучение. Лежал в больнице. Было у него два инфаркта, на третью он умер. Лег спать и не проснулся. Ликвидаторы говорят, во время аварии о своей безопасности не задумывались. Настрой был следующий. Надо было выполнить работу быстро и убрать людей. 18 тысяч жителей Донеччины ликвидировали последствия взрыва на АЭС. Столько людей в Чернобыль не направил ни один другой регион. Спасатели, шахтостроители, горники имели опыт в работе в чрезвычайных ситуациях. На них легла самая тяжелая работа. Сейчас же у их осталось меньше трети ликвидаторов. Владимир Жариков на стенде с фотографиями умерших ликвидаторов находит тех, с кем работал в Чернобыле. Детей грузили в автобусы. И я тогда уже понял, что это за беда и страшная беда. Дорожки, которые, так сказать, проходили до автобусов, были все покрыты кровью, каплей крови. Все это детишек из носа, кровь шла. Митинг, посвященный 27-й годовщине Чернобыльской аварии, собрал сотни человек. Ликвидаторы сетовали. То, что сейчас делает для них государство, недостаточно. Ну, не всем автомобилям можно давать. Но то, что касается медицинского обеспечения, то, что касается пенсионного обеспечения, это центральный вопрос, где мы не идем ни на какие уступки. Власти Донеччины пообещали ликвидаторам помощь, но только то, что не выходит за рамки их полномочий. Даже то, что положено, это все равно недостаточно. А то, что положено, должно выплачиваться. И в пределах своих возможностей я всегда пытаюсь решать вопросы чернобыльцев и проблемы индивидуально. Это в первую очередь социальная помощь на лечение нуждающимся на дорогостоящей операции. Квартиры мы за прошлый год за счет городского бюджета 11 квартир отдали семьям ликвидаторов. Дмитрий Кочергин, Евгений Якунин, Телекалл «Донбасс». Митинг-реквием по погибшим чернобыльцам прошел сегодня и в Луганске. Ликвидаторы традиционно собрались у памятного знака «Чернобыльский аэст». Минутой молчания почтили память тех, кто расплатился жизнью за трагедию на ЧАЭС. Возложили цветы к мемориальным плитам, а затем чернобыльцы отправились на поминальный обед. У нас в нашем городе 2700 ликвидаторов разных категорий. В основном это первая категория. Люди, которые потеряли свое здоровье, люди, которые отдали все, что можно родине. Еще почти 200 семей осталось без кормильца. Крымилица.